В эфире новости в студии Эльну Рабекпасарова. Здравствуйте. Груз 200 с телами кыргызстанцев, погибших в ДТП в России, отправят на родину в ближайшее время. Состояние выживших в аварии трех кыргызстанцев оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России. Накануне там, на участке трассы Оренбург-Аббулак, произошло смертельное ДТП. Сообщается, что автомобиль Toyota Previa, которым управлял кыргызстанец, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной Mercedes Sprinter. После столкновения автомобили загорелись. На месте погибли четверо граждан Кыргызстана. А трое выживших кыргызстанцев находятся в Соль-Илицкой городской больнице. Сегодня их переведут в стационар. Отметим, ситуация находится на контроле посольства почетного консула в Оренбурге и представителей кыргызской диаспоры. Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту аварии. Начальник УВД Соколугского района отстранен от занимаемой должности на время расследования дела о ДТП в Высокотинском районе, участником которого он и стал. Данный факт находится на контроле у руководства МВД. Службой внутренних расследований проводится служебное расследование. Назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-автотехнические экспертизы, сообщили в ГУВД Чуйской области. Отметим, ДТП с участием начальника УВД Соколугского района произошло 7 декабря. Мерседес-Бенц, за рулем которого был Максат Чуйбеков, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом на объездной дороге Бишкек-Торугард в Высокотинском районе. В результате водитель Бусика в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Канта. Глава РОВД тоже обратился в медучреждение, но после его отпустили домой. Следствие продолжается. По данным медперсонала из Сокотинска районной больницы, после данного ДТП к ним были доставлены трое жителей. Из них состояние одного врачи оценивали как тяжелое, его перевели в отделение нейрохирургии национального госпиталя. Двое пострадавших продолжают лечение в районной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Военнослужащий сухопутных войск, которого ударило током, накануне скончался. По информации Генштаба вооруженных сил, он получил электроожог под высоковольтной линией электропередачи, возвращаясь после занятий с тактического поля. Военнослужащий получил 80% ожога тела. Он находился в отделении реанимации Ожской областной больницы. Вчера около 6 часов вечера у него ухудшилось состояние. Спасти мужчину врачам не удалось. Нарушение госграницы на Кыргызско-Узбекском участке не зафиксировано. Так прокомментировала погранслужба видео, которое было распространено на выходных в соцсетях. На кадрах, по словам автора видео жителей Алабукинского района, военнослужащие Узбекистана, которые зашли на неописанный участок госграницы. В ролике видно, как люди в гражданском разговаривают с военнослужащими соседней страны. По данным погранслужбы нашей страны, узбекские военнослужащие прибыли к условной линии границы для отгона скота на территорию Кыргызстана, так как скот перешел на их территорию. Произошел инцидент в местности Ахкурчала-Букинского района. Согласно договоренностям между погранведомствами двух стран, в случае перепаса скота на сопредельную территорию пограничники выдворяют скот обратно самостоятельно. Тогда между ними и кыргызстанцами возникла словесная перепалка. Прибывший на место пограничный наряд Кыргызстана провел переговоры и конфликт разрешился, сообщили в ГПС. При возникновении подобных проблем в ГПС призвали обращаться местных жителей к пограничникам, а не решать вопрос самостоятельно. Дисциплинарная ответственность Усилия по улучшению качества правосудия и укреплению доверия продвигаются слишком медленно. На судебную реформу выделяются средства, улучшается материальная база, но судебная реформа буксует. Особо незаметно ни действий, ни инициатив по продвижению судебной реформы. В первую очередь, судьи должны быть чисты перед судом совести. Иначе наша реформа не оправдает себя, сказал Сорум Байджиенбеков. По его словам, в судах до сих пор ощущается влияние человеческого фактора. За 2017-2019 годы дисциплинарная комиссия приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 190 судей. Из них 14 судьям был объявлен выговор. 170 судьям было вынесено предупреждение. По рекомендациям Генеральной прокуратуры, было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности 11 судей, в том числе 6 бывших и 5 действующих. Поэтому в корне надо пресечь незаконные действия представителей ветвей власти, которые призваны защищать законность. Профессия судей весьма ответственная профессия. Она не терпит ошибок. В Ленинском районном суде сегодня закончились приемия прокуроров по делу экс-мэров Куанчбека Кулматова и Албека Ебраимова. Гособвинители попросили суд приговорить Албека Ебраимова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Куанчбека Кулматова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, в 2014-м Куанчбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал 2 миллиона долларов грантовых средств, выделенных инвесторам для строительства школы в жилмассиве Каласурдо. Албек Ебраимов подписал распоряжение о выделении 104 миллионов сомов из городского бюджета на завершение строительства. Как сообщил представитель гособвинения, в ходе судебного процесса нарушения были доказаны. Отметим сразу нескольким обвиняемым, включая Куанчбека Кулматова и Албека Ебраимова, инкриминируют коррупцию. Их подозревают в необоснованном завышении объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов сомов. Албека Ебраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Достан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков. Никто из них виновным себя не признал. Аудит расходов на подготовку и проведение третьих всемирных игр кочевников за 2018 год выявил финансовые нарушения на 1 миллион 349 тысяч сомов. Как сообщили в пресс-службе счетные палаты, нарушения допустили Министерство культуры, Дирекция по национальным видам спорта, Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Так необоснованно были списаны, как утерянные, товарно-материальные ценности на 1 миллион сомов, театральные костюмы, реквизит и униформы для рабочей группы. Из этой суммы восстановлено 614 тысяч сомов. Также без проведения конкурса были оплачены гостиничные услуги для 37 гостей на 500 тысяч сомов. При заказе театральных и сценических костюмов был выбран поставщик, предложивший на 212 тысяч сомов больше, чем другая компания. Из выявленных финансовых нарушений на 1 миллион 349 тысяч сомов в ходе аудита восстановлено 963 тысячи сомов. Материалы аудита направлены в соответствующие органы. Молчаливый флешмоб за чистый воздух пройдет в Бишкеке 12 декабря на площади Аллато. Как сообщают организаторы, акция молчаливая не потому, что нечего сказать, а потому, что все участники будут в масках и говорить, за них будут маски. Причем разрисованные или расписанные по их желанию. Активисты напоминают, что по данным международного рейтинга в этом году Бишкек стал первым городом в мире по уровню загрязнения воздуха. Вредным для отдельных групп населения среднесуточный уровень загрязнения стал 7 раз за минувший месяц. 18 раз вредным для всех и 3 раза с 27 по 29 ноября опасным. Ухудшение качества воздуха отражается на здоровье людей, поэтому цель акции – привлечь внимание к проблеме смога в Бишкеке и потребовать от властей соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха, подчеркивают организаторы флешмоба. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok